Вы всем приветствуем, я Владжер, сегодня сбуд Car for Sale, погнали! Короче, я сидел, записывал игру, 10 минут записывал игру, смотрю на ЛБС, не записывает. Короче, Car for Sale, игра про продажу автомобиля, я думаете, вы ее знаете, если вы ее не знаете, то вы сейчас о ней знаете. Игра довольно-таки сильно расхайпилась, можешь так сказать, наверное. Правда, я не понимаю, почему. Игра довольно-таки скучная, игра довольно-таки обычная, игра довольно-таки неинтересная. Потому что, что? Потому что ты берешь машину, покупаешь машину, реставрируешь машину, продаешь машину. Это весь геймплей. Все. Все. Я не знаю, почему она так сильно расхайпилась, потому что я знаю игру под названием Car Trading Simulator. Автомобильный продавец... Да, продавец автомобиля симулятор. Там, получается, я ее записывал на своем канале когда-то. 2D игра, город, ты, получается, играешь за барыгу, который может воровать машины, покупать машины, выкупать машины, находить машину. Там есть механика поиска машины, есть механика воровства, ухода от полиции, взлома, механика аукциона, покупка, реставрация. Ауеть, какие обширные геймплейные задачи есть в этой игре. Там даже сюжет есть, есть концовки, то есть прям вау. А здесь ты берешь машину, продаешь машину, берешь машину, продаешь машину. Как по мне, Car Trading Simulator гораздо интереснее в плане сюжета, в плане геймплея, чем Car for Sale. Да, он в 2D, это в 3D, но... Не знаю, не знаю, мне не нравится эта игра. Продолжить? Ну, давайте продолжим, я просто вам объясню, что я сделал, чтобы заново не начинать. Короче, я, получается, по сюжету прошел, получается, почистил магазин, придумывал название, вот там, придумывал название, купил машину, какую-то Honda, продал ее, наварился 300 рублей, пошел, поспал, открылся автомобильный рынок. Я зашел в автомобильный рынок, походил, рассмотрелся, прикинул, какие ценовые категории есть в этом городе. Пару раз взлетел до небес, нашел дом, который можно купить. И все, в принципе, и вот я как раз ходил, искал вторую машину, которую я могу купить. Сейчас у нас 7769 рублей, мы ходим, ищем машину. Ладно, по-моему, у меня было 7770, куда делся 1 рубль, непонятно, видимо, выронил. Так, это Шкода, 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 кто у нас, это что, Кодиар, о боже, Кодак ОДиар, нормально, 29 тысяч, мныны по карману, я ухожу. Так, Ауди, Ауди, Ауди С5, а мы там видели, а Ауди С4 тоже не подходит. Блин. Там такие цены тупые в этом, в автомобильном рынке. Короче, стоит гнилая Бэха, древняя гнилая Бэха, продается за 250 тысяч рублей. Я на нее смотрю, думаю, вы что, тупые. Рядом стоит красивая Ауди, она продается за 20 тысяч. Рублей. Я немного не понял ценовую политику в этой игре. 11 тысяч, не хватает немного. Надо, в принципе, накопить там, я не знаю, 1020, и, в принципе, большинство машин мне уже будут дозволены в плане покупки. Мне кажется, этот мы сейчас заберем. 9 тысяч. Да ты че? Да ты че, ну это ж табуретка на колесах. Так, ну это точно мы не заберем. Меня сбили. Ну это точно мы не заберем. Это какое-то... Сзади вообще Тесла. Спереди какое-то Рено. Это вообще кто? NG5. О боже. 48 тысяч. А где машина купить? Деньга нет, машина купить надо. А что делать? Щель. Я вижу щель. Я пролезу сквозь эту щель. Нет, не пролезу. Я могу запрыгнуть на забор? О, могу. А, я понял че, я понял че случилось. Я получается врезался в коллизию, и я сейчас по ней хожу. Я вас понял. И тут... А, а, куст, куст необъемный. Я могу ходить сквозь машины. Могу сходить сквозь объекты какие-то. Да, то есть тот дом чисто под мои интересы. То есть я могу его купить. А эти дома, они просто как модельки стоят. Да че это? Почему я опять подпрыгнул, как кролик какой-то? Так, это... Они маш... То есть если перезайти в игру, машина обновляется? Бэха. Ну, Бэха я эту не куплю. 16-й год. Да, 76 тысяч. Не пойдет. Вот я думаю, правую машину сейчас купим, потому что... Это у нас Volkswagen какой-то. Либо Skoda. Машина Volkswagen Koda. Koda Octavia. Нормально. 30 тысяч. Не по карману мне. Вот это, наверное, купим. Это... Да, это опять Koda. Это опять Honda. Horda. Тебя в бетон втоптали. Господи, ты ребенок какой-то. Точно твоя машина? Не врешь? Так, Horda Vesiv. Прикольно. 2000. Покупаем. Дорога у меня пока нет. Машину покупаем. Заводим. Все. Она, кстати, с закистьем азота. Уже проверил. Реально закись азота есть. Полетели. Блядь. Ты дебил. Ты дебил, блядь. Ты нахуя в меня въехал. Ой, блядь. Ты дебил. Машина. Ремонт, ремонт. А я не... А я... А... А? Че? Ты зачем тут летаешь? Я могу летать. Ты не можешь. Ты... А как мне теперь ехать? Ты же меня зажал. Ну, аварийку, значит, включу. Аварийка не работает. Так, ну, у меня только один вариант. В ремонт ее. Ну, ты вообще еблан. А сейчас почему-то едешь медленно. Вот он дом, который мы можем купить. Я это понял вот по этой надписи. For sale. И потому, что можно вот так посмотреть. Там что-то есть. Какой-то интерьер. А если посмотреть в эти домы, то они пустые. Так, едем, получается, на офис. Он где-то должен быть рядышком. От офиса. У нас, кстати, да, есть свой логотип. VTX. Мы крутые. Так, вот наша машина. А я могу ее забрать? Я же не обязательно ее ремонтировал, да? У меня, может быть, денег не хватит на ремонт. Ты ж... Нет, блядь. Я за эти деньги новым купить могу. Я ее в любом случае продам с наваром. Мне нет смысла ее ремонтировать. Я бы на заправку заехал. Мне интересно, что будет, если я машину заправлю. Поднимется ли ее цена? Автоэлектрик энд тюнинг. Тюнинг автомобиля? А покраска автомобиля? Все, едем. Закись азота. Оп, дрифт, блядь. Нет! Нет! Чуть-чуть. Цветы в салоне проросли. Так, это было близко. Че? Карвашинг? А я могу мыть? Нет, у меня нет губки. То есть я не могу мыть. Нет, не хочу. Я бы заправился. Я бы реально просто заправился. Как заправиться? Как это сделать? Я не могу приступить к заправке при пакуте автомобиля в отмеченной зоне. А! А! Я вас понял. Да сядь ты в машину. Так. Э! 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 Я же заправиться хотел. Пипец. Назад. Все. Че такое? Че искримся? Че искримся? Э-э-э... Повреждение 47%. Че искримся-то? Заправить. И сколько мне это стоило? А, это у нас справа бензобачная. Нормально. Все, поехали. До стейшн. Все, едем. Получается продавать ее? Нормально. Заехал к чуваку какому-то. Просто стоит этот эвакуатор посреди улицы. Че б не встать, как говорится. Так, у нас есть какая-то дальнесветка. О боже, как же мне это помогает. Тихо, тихо, тихо. Припаркуем сейчас. Все, выходим. Так, глуши двигатель. Выходим. Так, видимо, я ее сейчас не смогу продавать, да? То есть я могу ее... Чисто. Нечисто. Чисто. Офис открыт. А ко мне ночью будут приходить все люди? Мне интересно, если я буду ее выставлять. Я купил бензин такой дешевый. 74 рубля. Нормально. Погоди, нет, 74 до... Да хуеть. Че так дорого? Так, нуб. Прикольно, так. Я ее купил за 3300... 2600. И давайте даже 2700. Выстоит на продажу. Она грязная, она разбитая. Зато заправленная. И зато и на ходу. Че, все, ко мне... Ко мне сейчас никто не придет, по идее. Потому что ночь. Мне надо поспать. Поехали домой. Поспим. Я, наверное, сейчас в минус уйду, да? Да. На 2000. Причем я вышел в минус только на... Все, на следующий день. Нормально. Я могу прибраться у себя дома? Или я так буду жить все время? Стеклопакет хотя бы поставить. Не знаю. Я могу спать сквозь стену. Нееет! Блядь! А это типа... Блин, я... Нееет! Я просто так день просрал. Нет! А у нас же есть тут плата по счетам. Там электрика, машины. Я просто ускорил тень моих долгов, да? Дайте по виду. Подвинем. Это плохо. Это плохо. А, ну да. За два дня-то мне засрали тут все. Писяц. Кто-то, видимо, решил ее купить вчера, а меня не было. И он просто такой, типа, на мусор на нее. Тьфу, на нее, да? Так. Аукцион открыть сегодня. Четыре утра начнется. Аукцион. Атуда у нас аукцион. Аукцион. Аукцион у нас где? Муж по компьютеру. Прыгай, прыгай. Аукцион. Не знаю. Закрой. Что-то ее никто не покупает. Да, я все жду. В принципе, пять тысяч. Я могу сейчас быстренько сходить еще какую-нибудь машину купить. Тоже заправить, тоже продать. Район. Не, ну за пять тысяч я явно уже ничего не найду. Так, ты явно меня не покормил. По карману. Это еще Тесла стоит. Че это? Почему-то я подпрыгиваю как-то, блин, слишком высоко у мусора. Не могу вынести. Я бы вынес. Так, ты явно не по карману. Грузовик мне не нужен. Вот это что? Это Dodge. Почем машина? Dodge Charge. 16 тысяч. Неплохо. Так, опять. Audi S5. Так. 22 тысячи. Мне, кстати, довольно-таки дешево. Да что я петь подпрыгиваю, как этот? Интересно, как это работает. Я хочу это использовать в свои интересы. Пикапы. Не, а может реально грузовик купить? Раз, смотря сколько он стоит. Я бы за 5 тысяч хотел какую-нибудь легковушку. Ее легче продать, чем грузовик. На Москве. Почем? Ты тоже в цементе застрял, да? 2 тысячи. 2 тысячи купить. Благодарю. В цементе стоял. Ну, это прям что-то такое прикольное. Завозимся. Поехали. Поворотники, да? Все дела. Меня ж никто таранить не будет, если я буду стоять. Поехали. Нет, зайти с азота тут нет. Обидно. Так. Поехали по полям. Так быстрее будет. Глабы. Почему? Да е-мое. Я же тихонько еду. Да, мог поехать по дороге, но мне лень. Тут такие круги наворачиваешь, чтобы доехать до моего офиса. Так невыгодно. Да почему? Просто в кочку врезался. Тут же вроде ровная дорога. Относительно. Что, покупателей нету, да? А, я закрыл офис, е-мое. То есть пока дверь закрыт, блин. Так, ну тогда на заправку сейчас заеду. У вас есть очко навыка. Ай. Открыть возможности обсуждения цену с продавцами и покупателями. Вы сможете увидеть повреждение деталей машины. Также позволит вам сделать экспертизу. Зачем? То есть, давайте подумаем логически. Губка. Я могу помыть машину. Увеличить цену. Но при этом я могу торговаться и повысить цену настолько же, сколько я бы повысил в случае, если бы я ее помыл. Но при этом, показывая детали, я могу видеть, насколько повреждена машина. Это нужно, чтобы я мог грамотно снижать цену. Типа, если машина убитая, там, снизить на нее там пол стоимости. А как я это буду делать, если у меня не будут торговаться? Мне надо торговаться, прокачивать. Опа. Здрасте. Здрасте. Вы машину купите? О боже, бабка какая-то. Так, 2700. Что, нравится? Продаю. Надо было... Ё-моё, я же прокачал то, что я могу торговаться. Надо было тоже торговаться с ней. Так, следующее, получается, очко умения мы будем уже на губку тратить. Блин, хотя нет, по-хорошему... Ну, наверное, да, было бы. Хорошо. Я просто не знаю, насколько цену повышается, если я буду мыть машину. Зеркала. Ммм, зеркала. Не попал немного. Все, заправляем. Вы можете открыть навыки для снижения цены топлива. Нормально. Все, поехали. Машина полностью заправлена. Это хорошо. Бензин, к счастью, стоит тут, ну, в районе 100 долларов в полный бак. В принципе, цена для этой игры адекватная. То есть, если бы бензин там стоил 500 долларов, 600 долларов, я бы, конечно, бы не заправлял машину. Блин, ну, конечно, дверь оставлять открытой просто так, пока я там катаюсь. Как-то тоже не очень. Как-то я машину продал, а деньги не прибавились. ФИАТ. Так, продать. Я купил за 3, за 2 300. Ну, я думаю... Давайте 3 выставим. А что, нет, давайте 3. Давайте 3. Хочу за 3 продать. Машина хорошая, едет, мне нравится. Но еще занижена. Ух, конфетка, заныженный. Заныженный. Кто у нас этот? ФИАТ, заныженный. Это же ФИАТ. Это у нас ФИАТ. Я не могу посмотреть. Да, возможно, ФИАТ. Что, пойдемте тогда посмотрим еще машины какие-нибудь. Район. Я не знаю, где акцион. А вообще, есть ли смысл мне идти на аукцион с моими 5 тысячами рублей? Мне кажется, на аукцион там надо идти с 1020 минимум. Мне интересно, сколько стоит Тесла. О чем Тесла? 144. Ну, я... 33 тысячи Тесла стоит. Какой-то тягачом тянет. Так, мы там смотрели как раз. Я не хочу грузовики покупать. Я прям просто не хочу. Я примерно понимаю, что они будут стоить именно столько, сколько мне позволено. Сколько у меня денег есть. Я просто не хочу с грузовиками заниматься. Пойдемте купим на грузовик. Почем грузовик? Сейчас скажешь, ты тысяч 12. Четыре тысячи. Блин, не идеально подходит. Давайте купим. Благо, да? Я же умею торговаться. Ну, е-мое. Скажите мне, пожалуйста, об этом. Клиент в офисе. Так, мне надо в офис, да, ехать? Так, а мы во сколько закрываемся? Вау, какие повороты. Е-мое. По-моему, немного его... Не, я не поеду. Я не поеду там. Я просто сейчас застрянусь там, поеду, думаю. О, мой дом. Мой дом окажется близко. Чем-то-то мы летим сейчас. 80. А я могу перевернуться на ней? О, это автомобильный рынок закрытый, к сожалению. Поворот. О, аукцион. Меня ждут, видимо. Но у меня денег нет на аукцион. Тормози! Паркуй, блядь. О, идеально встали. Здрасте. Че, покупайте? Ну, за 2 900 могу отдать максимум. Ты че, охуел? Нет, да. Так не пойдет. 2 900. Нет. 2 850. Нет. Нет. Давайте дальше. Кто у нас? Че предложил? Ты че, дебил? 2 850. Да, я из-за убитого. Да, она не убитая даже. 2 800. Я на 200 рублей скинулся. Но на 200 рублей. Ладно. 2 750, если ты не согласна. 2 750. На 250 рублей скинул цену. 2 749. На 251 рубль скинул. Ну и все, идти тогда. Ты у нас? А, тачка с установленной ОБС не может быть такой дешевой. Я предлагаю вам свою цену. Да, иди ты лесом. Ну, 2 700. Ну, прям максимум. 2 700. 2 699. Да, иди ты лесом. Я не продам тебе. То есть, ты мне предлагаешь... Да, я ее дороже купил. Нет. Не хочу. Так. Ну, клиентов у нас предостатки. Поэтому мы можем с ними торговаться до упадку. Чего? Нет, это чтобы торговаться не хочу. 2 000. Совсем ухуели. Ну, 2 600. О! С тобой мы сейчас торгуемся. 2... Давай 2 600. Давай 2 650. Все. Замечательно. Так. Тебя мы сейчас заправим. В забор въехал. Да. Зеркал не хватает, а так было бы вообще шикарно. Хоть бери руль, на руле катайся. Поехали. Быстренько заправим. Закись азота. Эхо, нет, закись и азота. Обидно. Но оно, если разгонится, то это прямо убойно. Оно так тормозит, как будто, блин, я не знаю. 50 тонн на себе везет. Он уж пустой. Он должен быть максимально легкий. Он не может быть тяжелый. Смысл делать тяжелую машину, которая должна вести тяжелый груз. Зачем? Должна быть максимально легкая. Максимально мощной и максимально легкой. Тем меньше весит, тем больше может увезти. Тебе надо, чтобы вся машина была в зоне. Вот так пойдет? Ты дебил. Машина. А как тебя заправлять? Может, вот так? Может, тебе поближе надо? Все, да. Все деньги копают. Нормально. Все. Поехали. Да, господи ты. Сесть в машину. Поехали. Как раз ее поставим на продажу и уйдем. Так, дальний свет. По-моему, свет работает именно в салоне. Я как будто просто у тебя лампочку включаю в дальний свет. Прикольно. Спасибо. Так, такового дальнего света у меня нет. Ну, тихонько. Тормози. Так, надо заглушить, а то он и шуметь будет. Все, выходим. Выставим сейчас на продажу. Панамай. Кто? Russian Box Rock? Нормально. Автоваз. Русский УАЗик, грубо говоря. Так, ну, грубо говоря, себестоимость 24500. Давайте 4. Давайте 5. Давайте 5. Давайте за 5 продать. У нас будет 844. Очень медленно навариваемся, но навариваемся. Это хорошо. Мы хотя бы не в минус идем. Потихоньку, потихоньку в плюс. Сейчас, если минус будет больше 5000, то мы идем в минус. А, вообще-то, нормально. Ну. Долго не загружается, прям долго. В офис. Он же открытый остался, да, у нас? Тренировый рынок открыт. Автомобильный рынок открыт. Давайте посмотрим, что мы там можем еще купить. В принципе, у нас будет 8000. В принципе, даже можем что-то и купить. Даже торговаться можем. Так, я думаю, вот это дешево, да? 7000. Да, мы сможем ее себе позволить спокойно. Так, вот это вот говно. Вот это говно стоит 250 тысяч. 223 тысячи. Как такое может стоить так? Ну да, с обвесами, да, красиво. Ну, блядь. Так, ты у нас сколько продаешь? 82, ё-моё. Ну, это тоже, наверное, довольно дорогая. Расто говно стоит 200 тысяч. Так, это у нас какой-то хава-хавал. Вот еще нет. Ундай Фанда. 27. Так, вот это дешево. Просто, типа, корыто какой-то. Вообще, тысяча? Торговаться, ну, ёбаный в рот. Порше 911. 930. 200 тысяч. Вот это бомба. Вот это бомба. Так, клиента до сих пор нет в офисе. Пофиг, давим людей. Вот это она гонит. Заки си зотой нету. Но гонит она будет с долг 100. Так, никто не хочет грузовик забирать. А я говорил. А я говорил, что никому не нужен этот грузовик, да? Так, он у нас продается. Давайте тогда... Кто? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давайте тогда поедем ее заправим. Добавить топливо. Никто не хочет ее покупать. Никто не хочет покупать мою машину. Почему? Бомжик. 14 долларов! Не ухуел? Ну, 19 рублей. Ну, они как доллары тут считаются примерно. Никто не хочет покупать мою машину. Никто. Прям вообще никто. Пец, долго жду. Я ее за 2... За 2 300 выстрелу, да? 7... О, это будет почти... Это будет 9 200, да? О! Сразу 2 клиента. Замечательно. Ммм... 2 300. Ха-о! Может, немного завысил. Давай, 2 250. Нет, блин. Ну, 2 200. Ниже не буду продавать. Ты что? Не выгодно уже. Ну, все, тогда идешь отсюда. Так, тут еще было покупать. Вот. Какая твоя цена? Вы что? 2 200. Либо берешь, либо не берешь. Ладно, ладно, ладно. 2 100. Да ты что? Так, ты у нас почем возьмешь? Такая же бабенка. Нормально. 2 200. 2 100. Все. Наконец-то. 9 тысячи ровно у нас есть. Пойдемте на автомобильный рынок. Блин. Машина стоила... Машина стоила... То ли 9 300 как раз. То ли еще... Блин, у меня минус 20 долларов просто за поездки. Да, вот эта вот машина. Она стоила... Лорд Локус. Форд Фокус. Ооо. Да, блядь. Да, блядь. Я могу. Господи. Напоминайте мне, пожалуйста, что я могу торговаться при покупке. Пожалуйста. Я уже какой раз покупаю, не торговаясь. Не торгуваясь. Ёбаный в рот. Мздец, блядь. Вот это дрифт. Это прям как будто... Мега дрифт. Такар. Симулейтор. Че, не едем? Нормально. Блин. Маленькая скорость была. Так, давайте заглушим тогда. Заглушим. Выйдем. Так, машина. Заправить. Топливо сто процентов. Ну, если посмотреть, расходы ноль. И потратил я реально ноль. Кстати, она какая-то прям идеальная, что ли. Нет, повреждения есть. Вот этой двери. Но это, мне кажется, не так уж и сильно критично. Лорд Локус. Так, я покупал за семь. Давайте за восемь выстоим. Че, нету? Забудь. За восемь сто. Как вам так? Как вам такое? Вот накопим сейчас 20 тысяч. Можно и тюнинговать, и мыть, и чинить. А так пока просто копим деньги на них. Попрыгиваю. Может быть, крышу выровняем. Может, я не знаю, дверь починиться. Обычно так и происходит. За 1200 я сейчас мало где машину найду. Мне, по сути, больше нечего делать. Я могу, в принципе, походить, пока погулять. Посмотреть локацию. Там вообще что? Какой-то стадион. Мне кажется, я высоко прыгаю иногда. А это как-то вообще связано. Мне вот интересно, я могу как-то это вызывать. Великий прыжок. Я не знаю. Типа, даблджамп. Какой-то дряхлый. Это вообще сарай какой-то. А что-то я могу найти. Металлолом. Может, машину какую-нибудь редкую. Залямов 3. Был бы, кстати, прикольно. Могила. Кто похоронен? Это типа сюжет? Тут есть сюжет. Это прошлое главного героя? Теории тут делать. Типа, блин. Клиент в офисе. Хорошо. Не, к сожалению, просто декорация. Клиенты, жди, пожалуйста. Я скоро прибуду. Припрыгаю. Прискочу. Прилечу. Ты главное только жди. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня уже палец заболеет. Нажимать на этот shift. Клиенты все еще ждут меня. Какие преданные клиенты. Все прям вокруг этой машины стоят. Так хотите тут брать машину с собой? Я пришел. Два клиента. Почем возьмешь? 8-100. Так легко согласилась. Нет. Нет возможности. Продать. У нас 9391 рубль на счету. И мы закончили день. Едем в контейнер. Сохранимся. Я так понимаю, то есть когда я сплю, это сохранение игры. Ты что, опять прыгаю? Все. 5800 рублей на варш. Сколько? 15 тысяч заработал. А где деньги? А где деньги? Что-то я их не видел. Заработал 15 тысяч, а где деньги? Непонятно. Короче, на это, наверное, все. Продолжим с вами в следующей серии. Это был... Кто это у нас еще был? Car for sale? Car for sale. Да. Вы сами знаете, где поставить лайк. Тем более, где подписаться. С вами был Vlager. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok